Добрый-добрый день! Всем моим подписчикам и всем, кто меня смотрит. С вами Светлана, канал Светик Семецветик. Канал молодой, только открылся. И я прошу всех меня поддержать. Здесь вы увидите много-много нового, много лайфхаков. Всем, кто смотрит мое видео, очень прошу выкладывать комментарии. Мне очень интересно почитать. И если понравилось видео, ставить пальчик вверх. А сегодня мы с вами встречаемся четвертый день. И я вам расскажу и покажу, как чувствуют и как выросли наши росточки с вами, Маша. Но одно условие. Вы должны это видео посмотреть до конца. Потому что в конце видео я вам такую витаминную бомбочку покажу, что вы получите заряд на целый день. Это и энергия, и здоровье, и молодость. А сейчас я всех жду в гости на свою кухню. Доброго-доброго утра. Сегодня у нас с вами четвертый день. И мне очень хочется показать, что же у нас с вами получилось. Вот он Маш, который мы с вами замачивали три дня уже. Сегодня четвертый день. И вот какие вкусные, хорошие росточки. Немножко закудрявились они. Очень вкусные, хорошие, сладенькие. Уберем марлечку с вами в стороночку. Сегодня темно еще за окном. Хоть и раннее утро зимнее. И так хочется покушать этих зернышков. Вот какие у нас выросли зернышки. Одной рукой немножко неудобно снимать. Вот такие. Переложим их в чашечку. Вот. Вытаскиваем. Перекладываем. Можно прям взять марлечкой. Вот. Сейчас я вам покажу. Немножечко сыпется. Вот. Вот как они выросли у нас. Вот. Сейчас мы все это уберем. Ой, вытряхиваю прям. Не могу. Уже охота все это скушать. Мама меня в детстве называла. Ты моя козочка. Потому что я все время ела вот эту зелень. Я представляю, что вы сейчас в комментариях напишите. Но нет. У меня, конечно, рожек нет. Копытцев и шерсти на теле тоже. Но я очень люблю кушать зелень. Вот. Так. Все мы стрясли немножечко здесь. Вот сколько у нас получилось. Вот я вам показывала. У нас же всего ничего в ладошках было. Посмотрите, какое количество. Ну, здесь 300 грамм точно получилось. Вот. Ну-ка попробуем. Такие жирненькие, хорошенькие. Так. Очень сладенькие. Обалденные зернышки. Обалденные. Я их даже не промыла еще. Но они сладенькие. Обалденные. Сейчас перехвачу телефончик. Так. Заливаем водичкой. Угу. Угу. Не могу даже говорить. Вот. Вообще рекомендуют его готовить. В супчики ложить. Но я думаю, что пользы от этого уже не будет, если его сварить. Ведь вся польза, сколько зерно старалось, чтобы вырастить, вот такой вот росток, сколько сил отдало, пользы. А мы съедаем. Это вот толчок для нашего организма. Сейчас, когда столько инфекций в мире, болезней, люди болеют, скушать такую ценную вещь. Это вообще. Ну вот посильнее, побольше водички, что вот эта вся шелуха, вот эта вся шелуха и мутная вода ушла. Прям большим количеством надо промывать. Прям промывать, промывать, промывать. Так. Сейчас зальем. Так. Проросший маш, еще мон называют его, вот, это огромное количество витамин, макро- и микроэлементов. Переложим его. Поэтому употреблять его нужно, конечно же, в свежем виде, а не готовить в супах, как многие говорят. Свеженький. Вот я его прям вот не могу достаю, уже скушала бы все. Такой сладенький, вкусненький. Наращивает мышечную массу для спортсменов. Вот кто спортом занимается, это же ведь белок. Можно его кушать два раза в неделю вместо мяса. Для ребятишек, как хорошо, повышает иммунитет. Снижает сахар в крови. Для диабетников прекрасно, прекрасная же эта вот прелесть. У меня даже мой кот, Вася, член нашей семьи. Васенька, иди сюда, мой золотой. Иди покажем, продемонстрируем. Иди сюда. Иди, иди, мой хороший. Иди. Вот. Он точно так же с огромным удовольствием. Вот котяра, огромный котяра у нас живет. Да, Васенька? Он с огромным удовольствием ест эти проросшие зернышки. Ну, конечно, я ему не даю то, что я вот здесь насыпаю. Ему не достанется. Ему вот. Вот остаточки все. Он их сейчас съест. Положу в тарелочку. Сейчас он их схромкает. А я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал Светик, Семицветик. Очень-очень рада буду, если принесла пользу, даже маленькую, вашу семью. Если это стало пользой для вас, мое видео. Кушайте, замачивайте. Не болейте. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. И очень рада буду вашим комментариям. Мне очень интересно. Почитать будет. Мы с вами увидели, какие росточки у нас стали на четвертый день. Вот сейчас я их промыла. Убрала всю шелуху. Они вот беленькие, хорошенькие. И теперь я вам сейчас покажу, как можно употребить вот эти вот в свежем виде росточки, в салатике. Это у нас будет осенний салатик здоровья. Я уже заранее начистила и нарезала морковь. Здесь, ну, немножечко морковки. Одна морковочка. Чесночок. Мы сейчас сюда его. Все это. Так. Чесночок, морковочка. Так, одной рукой неудобно. Огурчик свежий. Половинка огурчика. И немножко капустки. Я не люблю очень много. Вот. Потому что не будут чувствоваться тогда наши росточки. Поэтому немножко капустки. Вот. Так. Теперь сюда соль. Немножечко. Посолим. Я люблю душистый перчик. Кто не любит, может не добавлять. Я обожаю перчик душистый. И подсолнечное масло. Ну, грамм 30. Меньше даже. Я не люблю тоже сильно жирный. Вот. Немножко выльем. Как говорят, на глаз. На глаз. Вот это у нас салатик будет. Самый витаминный. Хрустящий. Нежный. Дать ему немножечко постоять. Впитать вот это все. Это просто обалденный вкус. Вы скушаете его с удовольствием. Кто любит майонез, можно немножко прям вот пол столовой ложки добавить майонеза. Но я не люблю майонез. Это не так полезно. Поэтому этот салатик можно и деткам давать. Вот. Еще скажу один рецепт салатика. Это без капусты. Та же самая пропорция всего. Только добавляется два яйца вкрутую. И тогда уже майонезик. Вместо чесночка идет лучок. Вот. Запоминайте. Обалдеть. Ну, попробуем немножечко салатик. Попробуем. Очень вкусно. Хрустящий. Остренький. Салатик. Обалдеть. Это настоящее здоровье. Ведь морковочка, которая благотворно влияет на кровь. Огурчик, который содержит калий и воду. Капустка. Витамин С. А сколько минералов и витамин? Вот в этих проросших зернышках это просто кладовая витамина. Кушайте на здоровье, мои хорошие. Кушайте. Не болейте и повышайте иммунитет.